С 3 июля в музее Дмитрия Фурманова работает выставка рисунков образцового детского коллектива, руководит которым Татьяна Сибелева. В январе этого года группа «Холст. Масло» и музей объявили о совместном проекте «Арт-туристы». Артисты Еления Спиранца и Диего Казали, проживающие в городе Турине, Италии, создатели серии театрализованных рассказов для детей, предложили проиллюстрировать рассказ об основных этапах творчества Леонардо да Винчи. Ребята объединения нарисовали более 100 рисунков. Лучшие были отправлены в Италию. Итальянские артисты на основе этих рисунков записали видеоролик, посвященный жизни и творчеству великого Леонардо да Винчи. Этот проект – своеобразное окно в историю искусства прошлого. Он объединил профессиональных артистов из Италии и юных художников города Фурманова. Большой друг нашего музея Татьяна Анатольевна Бердникова, которая является автором проекта «Холст. Масло». Более в случае оказалась в Италии. Дело в том, что она является и гражданкой России, и гражданкой Италии. И время от времени она там проживает. И оказалась она в Италии в самое что ни на них неподходящее время, потому что случился локдаун, когда выезд за пределы Италии был запрещен, и въезд в Россию, и въезд в Италию. Все было достаточно сложно. И ее соседями, ее друзьями оказались известные итальянские актеры Диего и Елене, которые предложили создать какой-то проект. Проект совместно с нашим музеем. Потому что Татьяна Анатольевна очень много говорила о нашем музее, рассказывала о нашем музее. И тогда она поделилась этой идеей с нами, а мы поделились этой идеей с Татьяной Евгеньевной Сибелевой, руководителем образцовой студии «Этюд». И Диего и Елене предложили взять тему «Мир Леонардо». И ребята должны были создать работы, в данном случае рисунки, написанные гуашью, акварелью, на эту тему. Диего и Елене составили рассказ. Этот рассказ Татьяна Анатольевна перевела на русский язык. Естественно, все делалось по интернету. Она прислала его сюда, непосредственно, в город Фурмана. И ребята уже по этому рассказу создавали свои работы. Ну и итогом этого проекта стала выставка, которая так и называется «Мир Леонардо». Эти рассказы, несмотря на то, что они были маленькими, они очень вместительные. Детям было интересно их слушать, и они затрагивали основные моменты творчества и жизни Леонардо. Соответственно, здесь нам пришлось уже делить на какие-то фрагменты. То есть кто-то рисовал то, как он изучал полеты, крылья, то, как он мечтал научиться летать. Кто-то рисовал его изобретения, работу в мастерской. Кто-то рисовал саму природу, те стихи, явления, которые он изучал. То есть вот от этого мы отсталкивались в работе. В ходе проекта были выбраны три победителя. Первое место занял Матвей Кукуруц и его работа, изображающая Леонардо, отпускающего птиц на волю на фоне заката. А Матвей изначально пришел в застудию с целью стать художником. Вот, он очень способный и талантливый ребенок и ответственно подходит к каждому заданию. Я выбрал момент, когда он стоит на мосту и отпускает птицу. Мне немножечко подсказала мама, как рисовать, потому что она у меня художник. Ну вот, я понял, как надо рисовать все это. Я научился правильно рисовать. Я очень довольна, что я занял первое место, то, что мою работу покажут по телевидению. Я очень рада. Я хочу стать художником, как да Винчи. Я вырасту и буду рисовать всякие пейзажи и натюрморт. Мы очень довольны, что мы открыли эту выставку. Во-первых, сейчас такое время, время детских каникул. И мы очень надеемся, что дети придут и посмотрят на работы не только свои, но и своих друзей. Во-вторых, она получилась очень яркая, очень красочная. И она насыщена таким очень позитивным, приподнятым настроением. Так что приглашаем вас всех посмотреть детские работы. Поверьте, вы удивитесь, поверьте, вы получите огромное удовольствие.